Министерству обороны не досуг работать напрямую. С 1 ноября посредником между военным ведомством и ТГК-14 стало предприятие ГУ ЖКХ, приняв в наследство от предыдущих коммунальщиков РЭУ долг в 195 миллионов рублей. Еще 75 миллионов добавилось уже при новой кампании. Однако не расплачиваться по долгам, не заключать договоры с ТГК-14, посредник не собирается, повторяя судьбу предыдущего эксплуататора, с которым, к слову, у него много общего. «Посыл о том, что новая организация будет более грамотной, организованной, качественной, этот посыл, естественно, только посыл, поскольку, поверьте мне, это те же самые люди, сидят они в тех же самых помещениях, у них не сменился даже руководитель. Поэтому это просто смена выиск, как мы с вами все понимаем». Представители ГУ ЖКХ сообщают, что все договоры на отапливаемые объекты находятся на проверке в Министерстве обороны, а пока процедура не пройдена, платить они не будут. В военной жизни заявляют, что к их ведомству вопросов быть не должно. Все нужные начисления они уже давно направили в ГУ ЖКХ, а уж как распорядились деньгами они, неизвестно. Минобороны со своей стороны все выплаты осуществила и как бы всеми возможными способами пытаются как бы надавить на то, чтобы в дальнейшем продолжалось. Но аварийные команды у нас уже созданы, вот, из работников. Все необходимые действия, да, проведены, чтобы никто все-таки не замерз, вот, хотя бы, чтобы по минимуму обеспечивалось теплом военные городки и гарнизоны. Ну, потому что это дело тут уже национальной безопасности. Как бы там ни было, но с сегодняшнего дня ТГК-14 ввело полное комплексное ограничение по всем объектам Министерства обороны Забайкаля и Бурятии, к которым относятся военные части, городки и даже штаб армии. Также было направлено обращение к губернатору Забайкальского края с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации. Однако дадут ли энергетикам реализовать свое решение в полном объеме, неизвестно. В 2012 году прокуратура края уже проводила проверку по факту отключения тепла из-за долгов штаба 29-й армии. Тогда военные сразу же своими силами восстановили теплоснабжение. Артем Кондратьев, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова